Всех нужно успеть поздравить с наступающим Новым Годом. Особенно важно не забывать про ветеранов Великой Отечественной войны. Ведь в свое время они подарили нам главное – мирное небо над головами. Запах елки, мандаринов и сладкие подарки – все это было забыто на долгие годы, ведь шла Великая Отечественная война. Горюнова Федора Ивановича, тогда еще десятиклассника, призвали в армию прямо со школьной скамьи в последнюю неделю декабря 1942 года. Сначала участие в боевых действиях, потом тяжелые послевоенные времена. Праздникам в жизни людей той эпохи уделялось мало внимания, да и возможность организовать торжество была не у всех. Хорошо, что в наше время мы можем поздравить и уделить должное внимание ветеранам Великой Отечественной войны. В рамках акции «С Новым Годом! Ветеран» в гости к Горюнову Федору Ивановичу пришли волонтеры, а также Снегурочка и Дед Мороз с Баяном. Лучшая награда за труд волонтеров – радость и искренняя улыбка ветерана. Федор Иванович, понравилось вам поздравление? Как Дедушку Мороз с Баяном? Как поздравление? Да, да, да. Федор Иванович тоже не остался в долгу, но поил чаем гостей, показав пример отличного гостеприимства. Поздравили ребята и других героев войны. В этом году мы поздравили 108 ветеранов Великой Отечественной войны. Вручили им подарки совместно с нашими волонтерами это все было. Уже третий год подряд в Ульяновске проходят акции «С Новым Годом! Ветеран». Принять участие в таких мероприятиях может каждый желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф. Студенты, общественники, депутаты приходят в гости к героям нашей Родины, чтобы ярко поздравить их с праздником и подарить небольшой подарок. А самое главное – уделить внимание, которого так часто не хватает, пожилым людям.